Да, и выбить из турнира чемпиона прошлого интернешнала Сяо 8, я думаю, это будет большим достижением, и зал это очень сильно поддержит. На самом деле, по поводу этого матча LGD Team Secret, они в группе сыграли 1-1, и начали плюс-минус равные команды, а одну равную команду Virtus.pro уже выбило, почему бы не выбить вторую? И нужно обращать, на самом деле, Virtus.pro на драфт. LGDM не позволит забрать этих героев. Вчера в противостоянии Team Secret и Virtus.pro в трех матчах, не знаю, Пупе и С4, они реально не обращали внимания, что вот Сайленсер с визажом в первой игре, а визаж, что ладно, это был сюрприз у второй игры, что они так возьмут. Но вот Сайленсер, я не знаю, почему они его не бандили постоянно. Team Secret команда, которая дерется постоянно 5 на 5, и вот Global ей мешает. Что в третьей игре? Такая закономерность есть в best of 3 матчах. Если ты в втором матче серии сравниваешь счет, делаешь 1-1 каким-то пиком, если противник тебе не забанит этот пик, ты его опять возьмешь в 90% случаев. Почему бы и нет? И С4 не забанил ничего? Ничего не забанил. Четыре героя прям зашло сразу. В той же последовательности. В той же последовательности. И я думаю, LGD они не будут позволять Virtus.pro так делать, они ключевых героев будут убирать. Того же визажа, допустим, во второй стадии бана. Я предлагаю взглянуть на шестиугольники силы, на сравнение шестиугольников силы Virtus.pro и LGD. И мы сейчас посмотрим на этих слейеров Virtus.pro, как же они будут выкарабкиваться из LGD. Вчера Virtus.pro были сожраны секретами еще более глобально, чем сегодня они сожраны LGD. Но тут, конечно, Virtus.pro по факту должны уже немного раздуться были у нас. Мы просто не обновляем наши шестиугольники. Они были созданы после групповой стадии. Ну и, конечно, наверное... Хотя вот, знаешь, я хочу сказать, саппорты, да, я бы уже сейчас ставил бы выше намного. Там Solo еще выше, там Илайд. А Кэрри я бы сильно не поднимал. До пятерки. Ну, вот этот Drew Ranger вчерашний. Мы смотрели, как шутил вчера Андрей Дред, что это есть такой сайт, известный, забыл я, к сожалению, адрес. Но если мы сейчас назовем, он в любом случае упадет. Где ты заходишь, тебе дают рандомного героя и рандомные шесть артефактов, мол, ты должен... Дивайн Кураж. Дивайн Кураж, да. Ты должен с этим шестью артефактами, ну, самому себе челленджи ставить. С этим шестью артефактами ты должен их собрать в той последовательности и выиграть игру. Вот такое ощущение, что Илитар на такой сайт заходит. Потому что, что это за билды? Что это за Drew Ranger, который не покупает ни одного итема на Агилите, имея там визажа и вообще, в принципе, ранджовый пик? Что это за Shadow Blade? Да, он Shadow Blade собрал, он ничего с ним не сделал. Он один раз забежал в лес чужой, где чуть не умер, и его там лил спас на визаже. Он напоминает Артеса с тем же... Что это за сайленсеры тоже с ротфотосами против двух блинкеров, бэкабэшеров и в игре, где нет все равно драк. И, притом, не хозяйший Global. А вдруг его ФНГ заставляет, как в случае с Хаот? Ты тебе поздишь на спектре без айтемов и идешь, дохнешь. Ну, я не думаю, что ФНГ его заставляет покупать Shadow Blade. Нет, это уже все-таки... Не, ну, Global это вообще ноутенс был. Ты стоишь на фрифарме, тебе никто не мешает. Может убивать вообще без Глойбов, зачем ты их на штаммлевеле, ну, трешечку делал. Закачай ты Global, у тебя ребята там дерутся, у тебя там год бегает, полкарты постоянно убивают. Помоги ему чуть-чуть. Там был момент очень красноречивый, когда Года ловит в Блэк Холл на шестом уровне Сайленсера. Притом, как бы все знают, что шестой уровень Сайленсера. И Пупей тоже на нигме это знает, но он все равно ловит в Блэк Холл, а Сайленса нет. Пупей сам думает, наверное, халява какая-то зашла, походу. А его просто, он просто не прокачан. Я думаю, в этот момент у Сереги Брагина возникли вопросы. И сразу же после этого... Сразу же после этого, сразу же через 30 секунд происходит драка снизу, там, где уже находится сам Сайленсер. Но у него все еще шестой уровень, все еще нет Global, поэтому на них нападает Луна, она кастует ультимейт, кастует бимы. Ей можно было бы дать Global, но его нет, поэтому прыгает Акаш и убивает троих. И более того, на седьмом левеле тоже Global не изучается. Так что Илюше надо подсобраться, подсобраться и не уступать своей вот команде, и не уступать китайцам, особенно в этом матче по скиллу. Дают кулач, раздают кулач по кулачкам, ребята из Virtus.pro друг друга, я не знаю, как это называется. Brofist, Brofist называется. Окей, Brofist, nice. Один момент, который, возможно, вы обсуждали вчера во время между картовой аналитикой, но меня он очень интересует, я хотел бы его спросить. В матче Virtus.pro против Secret я раньше этого не замечал. Буквально на первой секунде, когда делаются закупы, сразу ФНГ летит на ТП расставлять ворды, и в то же время у Сикретов тоже, то ли Зай, то ли еще кто-то давно. Но если оффлейнер еще замечено, за ними было ранее, когда они делают ТП и там расставляют вард во вражеский лес, давно ли начали вот саппорты на первой же секунде ТП-шиться, расставлять ворды? Или это вот произошло именно на самом The International? Меня просто этот момент очень интересует. Может, ты мне расскажешь, Ярослав, и Егор, как эксперты по вардингу? Ну, я как эксперт по вардингу и саппортингу могу сказать, что это делалось и раньше. Иногда. Но в любом случае, ты делаешь что раньше, что делаешь и сейчас, только если саппорт, то есть только если ты играешь саппорты на легкой, и ты знаешь, что твой враг может что-то заблочить, и тебе очень важно узнать, где он поставил вард. Может быть, заблочить или просто поставить вард. Если тебе очень важно узнать, где будет стоять вражеский вард, а нужно для того, чтобы не дать этому, собственно, хардрейнеру легкой жизни, то тогда вот это делается. Видимо, вот в тех играх, где FNG, T-Passions, было очень важно узнать, где, если что, будет поставлен вард хардрейнером. У нас начинаются пики матча LGD против Virtus.pro, а это значит, что мы должны сделать предсказание, прогнозик. Ребят, знаю, что Сережа у нас делает прогноз самый последний. Арен, как ты думаешь, кто победит в этом матче и с каким счетом? Выиграть Virtus.pro 2-0. Нормально, бахнул. Как боженько смолвил. Егор. LGD 2-0. Очень плохо. От традиции не отступаю. Не поставлю даже тебе столько. В смысле? Ладно, ладно, поставлю. Virtus.pro выигрывает, когда я против них ставлю? Я буду сейчас рассказывать историю. Я как-то раз... В общем, нет, эту историю не буду рассказывать, буду рассказывать другую. Я ставил очень много на Virtus.pro. Ну, в разных местах, там, студия-аналитики, еще где-то. Боже, сколько я залил на Virtus.pro. Я писал, да, я писал. Я все время ставил против Virtus.pro, точнее говоря. Я ставил все время против Virtus.pro, и они все время выигрывали. Я испытывал себе статистику по всем прогнозам и по всей аналитике вообще. На одних Virtus.pro. Потому что я, наверное, там не угадал ни один матч. Я все время ставил против них в разнообразных матчах, и они всегда выигрывали. Поэтому я поставлю снова против них, чтобы они выигрывали просто. Я ставил, когда на Virtus.pro, до того, как я в них попал, собственно, они проигрывали. Когда ставил против, они выигрывали. потом я попал в Virtus.pro, ставил на себя и проигрывал. Поэтому я ставлю против Virtus.pro 2-0, чтобы они 2-0 победили. Какой результат остался? 2-1 LG Dealer. 2-1 Virtus.pro. 2-1, ну давай будем на LG Dealer ставить 2-1. Я тоже, когда ставлю против них, они тоже выигрывают почему-то. Все поставили на LG Dealer, кроме Arena. Если в СССР проиграют, тебе конец. Я вчера ставил на них, они выигрывали. Что думают наши зрители? Заходите в vk.com.dota2.ruhub там, собственно, голосование и мы узнаем, что думаете вы, зрители, и возможно вы станете лучшим аналитиком, чем кто-либо из нас присутствующих. А тем временем, пики начались. Лина, Шейкер. Неудивительно будет Лину и Шейкер увидеть. Да, скорее всего. Но неудивительно будет увидеть потом бан визажа, как минимум визажа. У директора же не завуч все-таки. Визаж и Герокоптер немножко визажа подкантливает. Один из немногих героев, кто остался, кто может хоть как-то убивать этих птиц, не особо запариваясь флэком. Но все-таки не на 100%, естественно. Потому что не всегда есть флэк. Думает ли сейчас с Артем над тем, чтобы забрать визажа в первую же сферу? Наверное, как раз об этом он и думает. Скорее всего, об этом и думает. Потому что бан будет 100%. То есть выбор между Шейкером и визажом. Но он выбирает Шейкера. Мне кажется, это тоже правильное решение. Потому что альтернатив Шейкеру их не так много. Есть мистер Кентавр, но давно мы не видели Кентавра. Очень давно. И может быть, и не хочет сейчас пытаться вспомнить, как с ним играть. Есть мистер Тайтхантер. Есть мистер Сенкинг. Интернешнл. Мне кажется, альтернативы Шейкеру вообще нет. Но лучше сравниться с таким дальнобойким станом, как у Шейкера. С километра оп, и ты что-то делаешь этой или иной. Ну да, да. То есть единственное, действительно, что мне кажется, герой, который более-менее, это все-таки Кентавр. Потому что он и не линомойный, конечно, стан. Но он фармит этот блинг. И он тем же занимается в игре. Тем же занимается. У него тоже маленький кулдаун на этот стан. Он тоже может чуть-чуть танковать. И длительность у него стана. Ну и визаж, как мы видим, вот эти две сигнатурки, которые делали игру в ВП. Силенсер и визаж. Силенсер вообще ушел. Сразу отвалился. Будет ли Шторм какой-то в бане? Вполне вероятно, кстати. Вполне вероятно. Или на месте ЛЖ я бы банил Квиннов Пейн, а не Шторма, на самом деле. Потому что Квиннов Пейн от года очень серьезная. Потому что он на ней овнет линию. Любую практически, на которую приходит. На Шторме он линии так не овнет. Потому что Шторм герой намного слабже, чем Ком. Он, кстати, постоянно выигрывает линию. Ему без разницы, с кем стоять. Если герой чуть сильнее вражеского героя, он задоминирует свою линию. Квиннов Пейн сильнее почти любого вражеского героя. Вообще у Вирту Спрос сейчас устаканилась такая мода. ФНГ на этой линии особенно. Тоже интересный ход такой. Он всегда приходит в мид. У Линджа огромный рейндж. И очень жестко харасит первые секунд 30 минуту противника. Не то, что жесткий рейндж, у него еще бешеный дэмэдж на эту волну с первого левела. Монакост маленький. У нас сейчас как все приходят? Там берут, ну, талисман и два танго. Просто одно танго убивает. И за счет этого Серега, во-первых, ну, и крипов динает, там добивает. У него ботл, и раньше появляется. Во-вторых, когда он уйдет, Серега сам может размениваться так, что у него остается реген, а у мидера не остается. Ему приходится фласки тащить другого мидера. Из-за этого выигрывает мид тупо. Да, и не говоря о том, что всегда может еще подойти шейкер, который тоже вынесет свой лепт. Нам показывали только что ребята из LGD, если мы вспомним, по плей-оффу они, в принципе, Интересный такой, да. Да, во время пиков сидели разрозненно, то есть, Ксавейт сам принимал решение, то сейчас прям вся бригада собралась вокруг директора, и что-то ему даже помогает, советует. LGD такая удачная команда, она на всех интернешналах так неплохо выступает, а потом где-то осечка. На какой-то СНГ команде осечка. Да нет, я не про то даже, 2012 год, она, в принципе, неплохо идет, 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 а потом где-то что-то проигрывает. Ну да, LGD, в принципе, в сумме по всем интернешнам неплохие места занимали, хотя на прошлом интернешнам у них как раз таки... На третьем, девятый, а двенадцатый. Да. Рубик от ВП, собственно, неудивительно, интересный бан Аппарейшн. Да, вот хотел как раз интересно относиться. К чему бы это? Просто так? Калки. Ну, Калки Макон. А, Калки. Да нет. Ну да, это такое. Это, наверное, к Рикимару. У него же тоже под Инвиза Брикима оружие. Ну, это против того, чтобы Герокоптер плюс один плюс аппарат не пришли в сложную, потому что Шейкер есть у Виртус Про. Шейкер, если это суппорт или хотят взять Рубика, то это слабая линия. Ну, именно Рубик плюс один не очень слабая линия.